Итак, добрый вечер, мои друзья. Мне приятно, что мы вновь встречаемся. Надеюсь, микрофон сегодня будет работать совсем новый. Если что, пишите сразу. Но уже должно быть намного лучше. Итак, несмотря на то, что поздний вечер, многие из вас ждут этого эфира. Я жду ваших там сообщений насчет того, чтобы в другое время сделать. Я буду рад подстроиться. Насколько это будет возможно, я могу и в 6 утра, но мы найдем какой-то компромисс. Так, чтобы для многих из нас было удобно. Спасибо, что вы тоже делаете репосты. Я не знаю, сегодня вам стоит или нет. Тема она не интересна. Просто общество в памперсах. Кто это слышал вообще такое? Если кому-то сделаете репост, может вас какой-то родственник услышать и потом обидеться. Ну что вы, как вы такое можете слушать? Что же, общество в памперсах. Речь не идет о некоторых единицах. Я хочу сегодня сказать, что у нас все общество человеческое, миллионы людей, ваших соседей, ваши граждане, если так правильно посмотрите, то люди в памперсах. Конечно, я хочу сказать о незрелости. Ну, короче, буду обижать сегодня. Вы знаете, когда я хочу обижать, и раньше, когда я так делал, в публичных докладах, когда мне нужно было сказать что-то прямым языком, прямым текстом, просто, потому что до людей иногда не доходят намеки. И это полезно. Так само, тоже детям нужно иногда, друзьям иногда нужно сказать что-то, когда они чего-то не замечают, нужно им помочь. И пусть они обижаются, но для них это полезно. Иногда нашим родным, друзьям, не нужно думать, что я его обижу, нужно сказать, что он делает что-то неправильно, что у него есть минусы. Классный человек, но, извини, вот это не годится. Но я вспомнил вот этот интересный, нагладный пример, и мне хочется сразу с вами поделиться. Возможно, это даже настоящая история, я не могу утвердить, именно говорить. В одном городе полицейские, вроде это было в Америке, в Соединенных Штатах Америки, но там многие полицейские, как и в Англии, они на самом деле вызывают доверие. То есть я вижу по работе, я не могу сказать, что это все агрессивные люди. У меня такое чувство, что они очень часто заботятся. Лишний раз вот в Англии, вообще никого не останавливают, они хотят помочь, не спрашивают, никто никогда документы не спрашивал. Сами обращаются, если видишь, где-то потерялся в городе, они помогут и так далее. Ну и вот там была такая ситуация в таком одном городе, где начальник полиции, он замечал, что были какие-то несчастные случаи, люди погибали в авариях, в машинах, и обнаружили, что причина в том, что они не застегивают ремней безопасности. И он решил своих жителей города позабочиться о них и проучить. И он повелел для всех своих полицейских в этом городе проверять все машины, останавливать, и вместо того, чтобы штраф обычный ставить, он им сказал, чтобы они спрашивали имя, фамилия, адрес, основные данные это человек, а человек называл, они это записывали на такую бирочку, которую покойнику вешается на большом палец у ноги, когда он в морге лежит. То есть они вот так, вместо штрафа, пожалуйста, вам бирочка, потому что вы, скорее всего, живой труп, вам это понадобится. И вот они весь день так все проверяли машины и у каждого нарушителя за это они давали бирочку на палец у ноги, который вешается покойником в морге. И это естественно вызвал такой резонанс в городе, был шум. Люди начали возмущаться на этого начальника, что это за такие манеры, как вы можете так обижать наши чувства там и телевидение уже там подключилось, скандал просто на таком высоком уровне, как этот начальник дал такой приказ, это же, ну как-то, ну неправильно, он обижает нас и все такое. И этот один журналист спрашивал потом на камеру этого начальника, почему это вот так делаете, ну вы же обижаете людей. А он говорит, ну и пусть на меня все обижаются, говорит, ну пусть они живут. И в этот день, в конце дня, человек погиб в аварии, в очередний раз, там был несчастный случай, человек погиб, у него не было документов, но у него была с собой эта бирочка, на которой было его имя, название, извините, имя, фамилия, адрес. Они опознали его, то есть этого покойника, по бирочке, которую он в тот день получил. И мне понравилась эта история. Пусть они все и обижаются на этого начальника полиции, что он такой жестокий, их чувств не уважает, зато он спасает их жизнь, зато он помогает им. И это иногда обидные слова, но это правильно еще, мы должны что-то такое услышать. Поэтому нам нужно благодарить, когда нам говорят обидные слова, говорят истину в глаза, правду, что мы что-то неправильно делаем, кто-то помогает нам, кто-то спасает нам нашу жизнь. И сегодня, почему я говорю что-то может казаться обидным, когда я говорю обществу в памперсах. На самом деле, да, это так может быть, я хочу, чтобы это немножко может так и повлияло на некоторых, но это не моя выдумка. Вы знаете, в Библии есть такое сравнение, апостол Павел, это слово Бога, он так сказал в первом веке христианам. Это в евреям в письме в пятой главе говорится, но я такую суть только приведу вам вот этого нагладного примера. Он говорит, что судя по времени, вам уже следует быть учителем, а вам опять нужен кто-то, кто с самого начала учил бы вас основам священных слов. Всякий, питающийся молоком, не знаком со словом праведности, потому что он младенец, а твердая пища предназначена для зрелых, которые через применение научились свое восприятие отличать хорошее от плохого. И так Павел сравнивает людей, взрослых, с младенцами и говорит о том, что для них нужно, ну, речь идет не о молоком, не о буквальном младенце, о ребенке, а о людях, где речь идет о знаниях, о зрелости, о информации, которую они приобретают. Люди в духовном, не только физическом, но и эмоциональном плане, они должны достигать зрелости. То есть, смотрите, мы ходим в школу, мы учимся, люди заканчивают какие-то училища, и со временем они должны научиться различать хорошее от плохого. А некоторые люди, они останавливаются в своем каком-то духовном росте, и апостол Павел сказал обидные слова, вы просто младенцы. А я сегодня говорю, что люди сегодня в памперсах, они взрослые, а памперсы продолжают, а девочки продолжают и гадить там, где не надо. То есть, много людей делают неправильных поступков, ведут себя как дети, хотя давно взрослые. И это, я бы сказал, даже целое общество такое, оно продолжает вот такую незрелость. Интересная мышь, это касается наших знаний, которые мы приобретаем. И каких это сфер касается. Например, работы, но я скажу еще о других облачах жизни, потому что очень часто мы, если речь идет о рабочем, мы говорим в интернете, все говорят о том, как там изменить свою жизнь к лучшему, к счастью. Ну и многие такие, знаете, основы, что вот если ты делаешь одно и то же, и ты несчастлив, тебе не нравится сегодняшняя твоя жизнь, то никогда она не понравится, ничего не поменяется, если ты не начнешь чего-то делать нового, если делаешь то же самое, такая же работа, те же самые друзья у тебя, те же знания, они вот все твое опыт и твое знание привели к тебе точки, в которой ты находишься сегодня. Если тебе в этой точке жизненной что-то не нравится, так надо приобрести новые знания, а даже знания они не помогут, нужно еще эти знания как-то применить, поменять какие-то привычки, поменять, не знаю, работу и так далее, научиться чему-то новому и тогда появятся новые результаты. Без этих новых ничего не получится и людям очень страшно делать что-то новое. Когда мы делаем что-то новое, нам это не получается, нам это непривычно, поэтому тепло вот в этой нашей зоне комфорта, нам уютно тепло, даже бомж вот там, ему не надо менять ничего, ему и там хорошо, а новая жизнь это связано с ответственностью, очень часто, там ошибки и что о нас подумают, что скажут, вот это очень часто такие проблемы. Когда люди делают что-то новое, они боятся, что они будут делать неправильно, и многие, знаете, по бизнесу, они сидят изучают годами, заканчивают какие-то экономические училища, они изучают книги, да, я буду заниматься своим бизнесом, и он идет, у него высшее образование, после чего он все равно, он еще должен этому научиться, этому, потом, когда я открою свой бизнес, вот такой будет бизнес, и ничего не получится, потому что бизнес это применение самых простых знаний с экономики, и высшее образование ни при чем, это будет человек, который всегда будет работником, он не будет автором бизнеса, потому что он никогда сам не попытался от мелочи чего-то начинать, а вот такой простой, у меня друг такой есть, я не знаю, он меня слышит, нет, не обидится, но он рассказывал, как его мама в Абхазии, он армянин по происхождению, из папы брали его на рынок, ему было 5 лет, он торговал на рынке, 5-6 лет овощами там, и он там тащит тушь и рассказывал, звал людей, распочитывал, продавал там овощи, и сегодня это человек, который очень успешно умеет завести разговор с другим человеком, у него там нет образования, но у него своя компания в Лондоне, и он принимает заказы на уже квоты в миллионы, то есть стоимость, скажем, вот этих контрактов, это огромные суммы, это большие проекты, которые он там делает со своим партнером, у которых вообще строительного образования нет, и они успешно это делают, у них есть много специалистов, которые они нанимают и делают эту работу, а это очень нормальный простой человек, который начинал молодовость, это есть бизнес, это навыки определенные, которые человек умеет, пытается применять потом все больше, и вот таким родителям я был бы очень благодарен. Конечно, можно учиться чему-то другому, необязательно торговать, бизнесом заниматься, но торговля, это умение вести в negoциации, это одно из самых очень ценных умений, это нужно везде, в любой области, люди потом становятся учеными, они забывают что-то, они умеют это продать, не знают, что с этим делать, и кто-то им за это забрал, использовал, человек забрал что-то, и всю жизнь работал, я стал за бедным. Так что это один такой очень ценный навык, умение, умение negoциировать или торговаться, вот вроде это может звучать некрасиво, но на самом деле умение продать себя иногда, не только свою услугу и свой товар, а добиться, чтобы человек стал нас слушать, взял нас на работу, это то же самое, это продажа самого себя. Ну что ж, я вернусь к этим людям еще к рабочи, что они будут бояться делать что-то новое к этим младенцам. Вот я интересную мышь сегодня такое услышал, где вот мне вот это все просило во мне, что ребенок когда лежит в кровати, он не умеет ходить вообще, представьте себе, он никогда этого не делал. Младенец лежит и плачет, он выражает свои эмоции, чувства, плачет, орет всем, мешает, ему до лампочки, это какое время, день, ночь, на все вот. Он живет своей жизнью, он вообще не думает, что он кому-то там мешает, он не думает, что подумают другие младенецы. Его не надо застрелать, он подходит время и он начинает подниматься, начинает ходить. И что, он ожидает, что он сразу пойдет? Нет, он падает, падает, больно, поднимается, падает. Сколько раз это случается, пока он начнет ходить? Очень много раз. Но это вообще не смущает. Ему какая разница, смотрят на него, как его оценят и подумают, какой он там неудачник и так далее. Вообще об этом дети не думают. и поэтому быстро учатся. Потом, когда начинают думать о других, как они меня будут оценивать, как мне получится, что обо мне подумают, а мне будет стыдно, вот тогда начинает останавливаться уже и процесс учебы и успеваемости человека. А взрослые, смотрите, вот читают книжку, например, о бизнесе или о любой другой области. Не-не-не, я пока не буду этого делать, пока я должен подготовиться. Не-не-не, он хочет сразу вот так выучить все, что когда я буду это делать, оно мне сразу поучится. Такое не бывает. Так как с книжки вот учиться плавать, да? Я буду так читать плавание книжку, чтобы когда я прыгну в воду, я сразу классическим сам стылем буду плавать. Такое не получается, такое не бывает в жизни. Человек, он должен залезть в воду, делать что-то уже и вот на своих ошибках, конечно, теория нужна, но вот он без того, когда не начнет чего-то делать, ничего не будет ему поучаться. Обязательно нужно что-то делать и не думать об этом, что скажут другие. И потом у нас растут вот это, я говорю, даже в области работы, вот первая эта область такая для нас основная, о чем мы думаем. Когда люди растут и постоянно просят, чтобы не дали, как ребенок, дайте кушать, и он орет, и потом еще гадит, да, в памперсы. Такой, как паразит ребенок, но мы понимаем, что он ребенок и это никого не возмущает, то есть он ничего как-то не вносит в жизнь, а только берет. Но потом наступает время и такой человек поднимается на ноги, растет, проходят годы и он является полноценным членом общества. Но должен, просто не всегда так получается. То есть сперва это нормально, когда человек берет и под себя гадит, просто создает трудности, ничего страшного, так бывает вначале. Но со временем ожидается, что такой человек должен помогать другим. они все постоянно просить. А есть такие люди, которые им 20 лет, 30, и они просят мама, папа, дай. Или я бедный, потому что они мне не дали какого-то наследства. А вот у других у них дом, у них там машина в подарке, а вы мне ничего не дали. У других хорошее образование и что-то еще, а вы мне не смогли обеспечить. Он недоволен, что ему чего-то не дали. Это ужас просто. И потом от государства то же самое. Сидят люди на скамейке, машут ножками, пивку пьют медленно, потому что времени много, работы нет же. И говорят, что это за государство, ужас. Ножками шевелят и говорят, пусть они дадут мне работу, я хочу работать. и они рассуждают о политике, какие у нас ужасные законы и все такое. Для этого есть демокрация, чтобы никому ничего не давать. Это условия в демокрации, которые государство дает законы, где человек может сам создать себе рабочее место. Все это демокрация. Люди должны быть самостоятельными. Никто ничего не навязывает. Ты свободный, хочешь сиди на скамейке, хочешь иди открой бизнес. Это и есть демокрация. Люди сидели в советское время, жаловались, что им плохо живется. Они захочели в демокрацию, а потом жалуются. И вот это высказывание пусть дадут мне работу, меня очень смешит, потому что никакой обязанности там нет. Государство не обязано обеспечивать людей работу. Оно создает определенные законы, чтобы люди сами создавали рабочие места. Но вот эта привычка вот такого потребителя, она остается потом. И это очень вредно. Поэтому, когда мама с папой немножко выгоняетесь дома, это очень полезно. Мне так папа сказал, мне было обидно, конечно, что ты уже взрослый, когда мне там было 20-21, я ушел, уже перестал жить с родителями. Но когда мне было 19, я поехал за границу, искал работы, и сам там добрался, нигде мама с папой вообще не помогали. Я им просто сообщил, что уезжаю за границу. Они ну хорошо, вот так как-то. Мама конечно боялась, я поехал, и пришлось справляться самостоятельно. Кстати, знаете, много конечно работы не было, мы же молодые, без языка, без специальности. Вот так подрабатывали, много иногда денег не было, и воровали еду, и все, и спиртное. Не все вот так было хорошо, и голод был. Но потом время было, нашлась работа, мы уже работали, и все, и я купил себе первые джинсы. У меня мама их не купила. Не то, что было совсем, я некрасиво одевался, мама швея, она всегда там умела придумать что-то как-то классное. Но денег не было, чтобы купить просто джинсы или магнитофон. Я любил слушать музыки, но у меня собственного магнитофона в детстве не было. Вот я купил себе сам магнитофон, на который я заработал своими руками. Классный такой, большой. И когда я его привез потом за границу в Польшу, все друзья завидовали. У него такие звуки были тяжелые, такой массивные. И мы делали вечеринки прямо на озере там, такие, где, ну, подключали еще к нему этот аккумулятор и там просто ну, петарда такой вот магнитофон. И за него приглашали на вечеринки. И вы знаете, что одни раз случилось. Утром все просыпаемся, такие вот никакие после этой вечеринки и потом смотрим, где этот магнитофон в одном палатке, где там он стоял, смотрим, нет его, кто-то его украл ночью, когда мы гуляли. И мои друзья говорят, ты можешь сходи на полицию, жалко, что такой классный магнитофон. Это же все легко его узнать, если найдется где-то там. Я говорю, ребята, у меня совести нет. Я уже тогда у меня такой совести просыпалась. Я же сам такое делаю иногда. У меня теперь вот идти и говорить, что меня обокрали. Я просто чувствовал, что это ответ. И мне было очень больно, потому что это вещь, на которую я сам заработал. Честным трудом работал, работал, поехал за границу. Привез магнитофон, привез джинсы. И это украли мне. И это был очень хороший жизненный урок. Я никак не был обижен на это. Мне было неприятно, но я чувствовал, что я этого заслуживаю. И вот на таких уроках я становился, вот скажем, из младенчества выходил. То есть, когда я начал самостоятельную жизнь, я падал много-много раз. Но без этого ничего не получится. Без трудностей не получается. И речь идет не только о том, как покупать себе необходимые вещи, чтобы самому за это заработать. Это просто первый шаг к зрелости. Человек должен сам себе продукты покупать, обеспечивать себе другими вещами. Конечно, кто-то может нам помогать, но мы должны с годами помогать уже новым людям. Со временем работать, нужно приобретать какие-то знания, опыт, и потом своим опытом нужно делиться с другими. Когда наступает лет сорок уже человек специалист, даже на стройке, я замечу, люди, ты уже электрик, кто-то еще, ты хороший специалист, ты бери ученика, помогай человеку. Платно, бесплатно, какая разница? Если ты что-то умеешь, ты должен поделиться этим с другими людьми. А обязательно за деньги все это делать. Можно просто кому-то помочь поделиться своим опытом, своими знаниями. Тогда мы становимся уже не просто потребителем, уже тем более не паразитом, потому что мы сами себя обеспечиваем, но мы что-то вносим тогда полезного. Мы сами чему-то научились от кого-то. И теперь мы обязаны наших, тех, кто помоложе, тоже чем-то делиться. Но сейчас есть еще вот другие такие очень важные сферы жизни, о которых я хочу бы поговорить, о которых людям не нравится говорить, то есть о их взглядах, о том, потому что Библия, которую я прочитал, это очень серьезная книга, она учит нас, как на практике жить, как кушать, зарабатывать, есть много интересных советов, но на самом деле это книга, которая учит жизнь, как человек, он должен, к чему должен стремиться в жизни, во что он должен верить, потому что мы не просто организм, который питается, то, что мы сейчас разговариваем по вечерам, по эфирам, и то, что люди слушают вот этих размышлений, это все духовность, которая есть в нас, мы ничего, никаких сейчас материальных потребностей, я не удовлетворяю, вы тоже нет, мы удовлетворяем свои духовные потребности, так это называется, мы говорим о том, чего нельзя потрогать, о чем-то нематериальном, и посмотрите, мы вот так созданы, у нас есть духовные потребности, и мы должны, когда становимся взрослыми, когда мы идем на работу, как минимум, или пораньше, задавать себе вопросы, во что мне верить, теперь вот скажите мне, пожалуйста, как это возможно, что вот сегодня все человеческое общество празднует Рождество, я рад, что сейчас лето не дегабрь, потому что все, наверное, обиделись, но как это возможно, верить в Деда Мороза, Санта Клауса, и так далее, вот я просто удивляюсь, потом говорят некоторые, что это просто для детей, чтобы им было, но зачем им это внушать, они бы не знали вообще, что такое существует, если бы им это кто-то не рассказывал, зачем им говорить про Деда Мороза, а потом через три года он вдруг поверил, а потом мы убеждаем, что его нет, а он нет, я хочу, чтобы он мне приносил подарки, да нет, ты что, ребенок, так зачем было вообще говорить о том, что он ест, а потом, что его нет, объясните, я вот чего-то не понимаю, зачем, я понимаю, если мы сказки рассказываем, так нужно сразу говорить, это сказка, и я вот с этого начинаю, потому что для меня кажется, это очень несерьезно, людей просто используются, как, ну, их, по-моему, вот младенчество, люди как в памперсах, на этом зарабатывают огромные маркеты, наверное, Китай на всех этих подарках зарабатывает, вроде это семейный праздник, но причем там Рождествующий Иисус тоже не родился, в декабре, в январе он не родился, и не нужно много вот об этом, знаете, изучать, каких-то книг и так далее, потому что довольно все просто, если мы захочем, захочем об этом узнать, можно там Википедию открыть, можно поискать информацию, но в Библии есть, дата рождения не существует, но есть дата смерти Иисуса, и есть длина его жизни, 33,5 года, значит, если он умер весной, когда была у евреев Пасха, я уже когда-то про эту дату рассказывал, полгода до этого или в одну или в другую сторону, шесть месяцев, у нас получается примерно октябрь, когда родился Иисус. Зачем верить и учить чему-то других, повторять традиции, которые не имеют никакого основания? Смотрите, я говорил о таком младенце, что люди должны достигать какой-то зрелости. У нас 21 век, люди верят праздновать по всему миру вот Деда Мороза, Санта Клауза, вот елочки делают, деревья режут там, украшают и много чего другого делают. Смотрите, многие обряды, как яйца, зайчики, они чисто заяцеджества. Кто-то скажет, ну у нас такая традиция, но получается эта традиция даже не корнями в христианстве, она до этого еще раньше появилась, когда были язычники, которые вообще ничего, ну как, я понимаю, что они не имели контакта с какой-то информацией, образования, когда-то, когда-то, очень много лет назад, и кто-то потом продолжал такую традицию, но когда люди столкнулись уже с буквами, с Библией, с священным писанием, тогда зачем все это продолжать? просто из упорства, или получается то, что я смотрю, а что скажут другие обо мне? Потому что практически каждому человеку, вот мы говорим иногда, и собеседники мои очень часто говорят, вот если бы люди хотя бы 10 заповедей соблюдали, была бы жизнь прекрасна, я согласен, но знаешь ли ты этих 10 заповедей, назови хотя бы 5 из них, и люди затрудняются, но вот вторая заповедь, и я вам сейчас скажу, не хочу вот сейчас про православную церковь говорить, потому что я могу кого-то обидеть, хотя я сказал, что буду обидеть, но это я не такой, я про свою католическую церковь расскажу, и то, что меня удивило просто, и продолжает удивлять, потому что мне было сколько лет, я был подростком, когда я видел, что там не сходится, они читают про Иисуса, рассказывают про Него с Евангелией, но церковь же не похожа, батюшки нашей, и там римский папа, он же не похож на Иисуса, это не последователь Иисуса, это видно сразу по поступкам и по его внешности, и вот еще пришли к ним люди тогда, открыли Библию, одно из основных, то, что мне прочитали про имя Бога, а потом они показали мне 10 заповедей, и вторая заповедь звучит так, не делай себе разное или какое-либо другое изображение того, что на небесах вверху, на земле внизу или в водах ниже земли, не клоняйся и не служим, ибо, потому что я, твой Бог, Его, Бог, требующий исключительной преданности, ну вот, пожалуйста, вы знаете, что 10 заповедей в католицизме это одна из молитв, такая, как отче наш, и я за там лет, до 10 лет, я многие молитвы знал на Иисусе, и я их повторял столько раз, что я многие просто мог повторять, и все знают 10 заповедей, то есть это одна из молитв, и теперь, посмотрите, я это знаю на Иисусе, а мне показывают в католической Библии, что одна заповедь пропускается, батюшка пропускает одну заповедь, а десятую разделяет на две, то есть там, где есть одно предложение, стоит точка, и разделена на десятое, чтобы количество совпадало, так это же чистый обман, просто, ну как мне, посещать эту церковь, я узнал, это мне было 15 человек, ну как мне, мне уже до этого много не понравилось, но это же просто откровенно ложь, 10 заповедей читать, и одну пропускать, потому что изображение, полная церковь, корчины крестов и изображение всяких святых и так далее, и золота, и люди всему этому поклоняются. Как это совместить? Ну естественные люди привыкли, им это нравится, это тоже бизнес, продажа всех этих праздников, и все эти обряды и так далее. Но, но когда человек становится взрослым, что вот важнее, мне стать взрослым, самостоятельным, в конце концов, человеком, или опять продолжать памперс носить. Даже если люди все это будут делать вокруг, и что я всегда должен смотреть, что о мне подумают другие, а где моя самостоятельная жизнь, где я выбираю, во что я верю. Люди взрослые, они верят в священную воду, черные кошки и всякая другая. вот, вы знаете, ну, не хочется меня грубить, но я сказал, что буду обижать, но и обижайтесь, но живите, потому что, если это не угодно Богу, посмотрите, вторая заповедь, это как не убить, это одна из десяти заповедей, они все настолько серьезные, как не прелюбодействуй, не укради, и не делай себе изображение, и не поклоняйся это одна, это вторая, после первой, которая говорит, кому поклоняться, и вторая заповедь, как поклоняться истинному Богу, что он не одобряет поклонение изображением, потому что мертвые предметы на логику не могут нам в чем-то помочь, и получается, это очень, ну, как у младенца, это как дети верят вот так, в то, что какие-то предметы могут обладать какой-то силой, даже если они обладают какой-то силой, то силой не от истинного Бога, он тогда бы нам этого не запрещал, было бы это сказано об этом. И посмотрите, вся история, вот я, когда начал потом копаться про историю, начал задумываться, это не так, что я сразу резко вот что-то поменял в своей жизни, подшел и начал против бороться с католической церковью, нет, дело не в этом, люди, они там делают, моя мама там продолжает ходить, я ее уважаю, у нее много религиозности, но она простой человек, она мало читает, я могу очень так искренне сказать, что я верю в искренность религиозных этих людей, что они идут там очень часто ради Бога, они просто не знают или не пытаются узнать, чего от них требует Бог, то есть многие люди, православные, католики, находятся в заблуждении, кто-то их использует, они позволили на это, но многие очень стараются, ради чего они все это делают, и поэтому я не буду осуждать, что каждый который, каждый православный или вот другие люди, все они просто плохие, нет, судя Бог, но верования плохие, церковь, которая учит этому людей, потому что много, те, кто высокопоставленный, руководители этих организаций, они прекрасно все знают, это там никто в заблуждении не находится, и в первом веке Иисус, он очень мягко разговаривал с людьми, которые к нему приходили, но когда с парисеями общался, он мягко с ними не говорил, потому что они сознательно вводили людей в заблуждение, и он им говорил, вы дети дьявола, и что вот они лицемерны, то есть они слепого ведут, просто один и второй упадет в яму, он так говорил, но вот руководители религиозные, они несут огромную ответственность, но все, кто их слушает, у них же руки не связаны, у нас же доступна информация, если есть не Библия, то возьмите просто историю, например, посмотрите, есть такое понятие, как групповая ответственность, и мы знаем, когда, например, в наших государствах было ограбление, ограбили вашу квартиру, вы и полицейские ищут виновных, оказывается, там участвовало 5 человек, один запланировал, там было трех исполнителей, один сидел в машине, кого наказать? Того, кто вот грабил квартиру? Нет, того, кто спланировал тоже, и того, кто сидел в машине. Все они соучастники преступления, и мы знаем, что так работают законы. Если бы воскосное преступление или убили вашего родственника, вы бы не только убийцы согласились наказать, вы бы тоже спрашивали, а кто был заказчик, кто организовал, кто причастен был к этому убийству, потому что все несут соучастие в таком преступлении, то есть все, кто был связан с этим, поддерживал это, или допускал иногда, и молчал, а знал о преступлении. Так что смотрите, сколько людей может быть виновным в каком-то преступлении, и для нас это важно, когда это нас коснулось. А сейчас посмотрите, сколько войн проводила католическая церковь, крестовые походы все. Это то же самое, что фашизм, это Вторая мировая война, это тоже с крестами организация, символ креста была, они с католицизмом очень часто честно сотрудничали, и римский папа встречался с богословением Део, там, для Гитлера, они встречались официально, есть фотографии их встреч, и они шли во имя Бога воевать по всей Европе, фашисты. И мы сегодня, вы знаете, вот так и когда, мы уже знаем, что мы это фашисты же, не каждый немец, и мы сегодня с немцами работаем, сотрудничаем, там, это понятно, что даже вот наши предки после войны, они не могли этого осознать, что не все немцы фашисты, для них немецкий язык был противен, потому что они знали, что все они там как-то участвовали. Естественно, не все прямым образом, там были немцы, которые противостояли, и так далее, но в целом мы понимаем ответственность. Но если мы говорим, например, сегодня о новых, нооназистах, то они тоже участвуют в этом, они берут себе эту идеологию, и тогда они тоже все участники во всех этих преступлениях. И сейчас, если мы тоже принадлежим, если я буду католиком, до меня дошло, я тоже нешел ответственность за смерть людей, которых они убивали в истории католики в своих крестовых походах. Получается, я соучаствовал. Тогда зачем мне принадлежать этой организации, которую я стал считать преступным? То, что они делали, когда убивали людей в средневековую, за то, что кто-то читал Библию, их сжигали на кострах и поджигали страницами из Библии. И я должен что об этом сегодня думать? Праздновать вместе с ними всякие праздники? Мне кажется, это лицемерие. Закрывать на это глаза, что бы обо мне не сказали, мои родственники, мои друзья, я перестал об этом поддерживать. Мне не важно. Важно, чтобы я достиг какой-то зрелищ. Если я узнал об этом, так зачем мне это поддерживать? Подумайте. Просто потому, что такая мода, потому что все это делают. И они будут смеяться, что я вот выделаюсь от них. И какая разница? Так почему я должен быть такой же, как они? Если сегодня вспыхнет война, они тоже все возьмут оружие и будут воевать друг против друга. Я, посмотрите, не говорю про православную церковь, но история любых вот этих религий, она намного не отличается. Поэтому самым было бы правильным, как я читал, там приобрести точные знания, чтобы человек стал взрослый и умел отличать, что хорошее, а что плохое. Чтобы не вести себя как младенец, который просто безвольно, но живет и требует только, чтобы ему дали и переносит ответственность на других, что вот это они виновны. Многие так говорят, это же не мы, это политики вот войны проводили, они же все устраивали, но не все там участвовали в войнах. Почему-то мои соверующие, они не брали в руки оружие и во Второй мировой войне они не участвовали. Сидели в концлагерах свидетели Еговы из России и из Германии. Они официально отказались от участия в этих политических делах тогда и в этой войне. В настоящее время нечто подобное происходит. И мы можем тоже думать, что это же не мы, вот многие так говорят, это же они будут отвечать за нас. Вот батюшки наши, ничего подобного, когда человек стал взрослым и был самостоятельным, у каждого из нас появляется выбор. И незнание закона нас не освобождает, если вот будут нас спрашивать, у каждого в доме есть Библия, для того, чтобы можно было об этом узнать. таким образом мне хотелось показать, насколько много людей сегодня находят еще в памперсах, ведут себя очень незрело. У нас есть свобода выбора, мы можем посмотреть, что мир погряз в такой поступке и может выйти из этого. Очень часто потому, что людей очень легко использовать, настроить друг против друга. Те, кто устраивает всякие вот эти политические игры, войны, используют людей в своих играх, им это выгодно, кто-то имеет прибыль какую-то на этом, а люди позволяют, чтобы их кто-то использовал, потому что нет у них точных знаний. Не было бы этому места, если бы люди вели себя зрелым, как зрелый такой человек. Что ж, мне хотелось побудить вас к тому, чтобы всегда пересматривать свое отношение. Я уверен, что у нас есть много зрелых, а наверняка есть те, которым нужно серьезно подумать о том, что хорошо, а что плохо, чтобы основывать свои какие-то убеждения, веру, не на сказках, которые передаются в Санта-Клаус и других там, но сказочках. Зачем вот этому учить детей в наше время? Каким-то, ну вот, если уже чему-то учить, смотрите, я вот так еще в заключении вам скажу, что я иногда больше смысла вижу разговаривать с человеком, который атеистом является. Вы знаете, почему? Потому что это человек, который отрывался от того, что верили его родители, и он знает, что это несерьезно. Рождество, Дед Мороз, и все зайчики, это несерьезно. И вся история церкви, он знает, что это не то, это Богу не нравится. И он не знает еще, куда пойти. Это человек, который из младенца встал на свои ноги, и он пока падает. Я больше смысла вижу разговаривать с сатанистой сегодня, потому что тоже человек, он отделился, это как бунт против той религии, в которой он был, фанатызма, которую там он видел. И он еще не знает, куда, и он пытается, что это на очевидении в жизни. У таких людей больше собственных взглядов, какого-то поиска, искренности, и честности у этих людей иногда больше. Я встречал философа, я помню такого парня, я встречал, там за 20 мне было, вы знаете, это было лето, и все там гуляли на плаже, я его там от дома к дому в 9-й ночи встречал, а он сидел и изучал латинский язык. И мы начали беседовать, ну вот о том, о чем мы сейчас говорим, мы 5 часов вот так проговорили, я даже не успел глазами разговаривать, так интересно было с ним разговаривать. Вторая встреча у нас 6 часов вот так пробежала, и он говорит, я философ, я изучаю вообще, ну, на училище католическом, самом главном училище в Польше, но там отделение философии говорит, я хочу изучать философов на их родном языке. И вот многие труды, они находятся не на греческом, а на латыни, который вот не преподается уже, и люди, и этот человек, он часами, каждый день изучает латынский язык, изучает философов на их родном языке. Я просто поражился, насколько человеку важно было что-то понять в жизни. Это не то, что я одобряю его взгляды и так далее, но нет, но он был на самом деле в поисках. Это человек, который поднимается и хочет найти свой собственный взгляд, который хочет узнать, где вот истина, кто прав, есть ли Бог, как его зовут, кто он, что нас ждет, откуда мы и чему потом учить своих детей. Они же будут нас спрашивать и мы будем рассказывать им сказки. Ну что ж, я в заключении скажу, что для меня основным учебником или самой верной книгой, которой я только убеждаю, что это Библия, поэтому всех вас приглашаю изучать эту книгу, читать ее каждый день самостоятельно, делать выводы, не останавливаться, когда что-то непонятно, потому что она объясняет себя и ее можно понимать, только учитывая контекст, это очень такая загадочная книга, но на самом деле нет более ничего ценного у людей, нет лучшего подарка, который мы получили от Бога, чем эта книга, которая нам показывает не просто правильный путь, а открывает возможность дружить с Богом, освободиться от всех этих сказок и почувствовать себя свободным человеком, у которого нет такой мутности в голове, что на самом деле происходит, когда человек изучает Библию, он может быстро, очень быстро отделить ложь от истины и увидеть, во что стоит верить, а что является сказкой. Ну что ж, я, по-моему, сказки вам на вечер не рассказал сегодня, очень серьезная тема, но я надеюсь, вы сможете оценить, и может, кому-то будет еще потом она интересна, для тех, кто находится среди ваших знакомых, поэтому можно сделать репост, это всегда полезно, чтобы другие тоже могли присоединиться к нашим встречам. Еще раз спасибо за то, что вы присутствуете, комментируете, и желаю вам хорошего вечера, мои друзья, спокойной ночи, доброе утро нашим там, на Саханине камчатки.